Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете и его работе за последнюю неделю. Все восемь преступников, которые две недели назад совершили нападение в поезде Уфа-Челябинск на члена комитета и известного певца Льва Лещенко, доставлены в следственный изолятор. Всех преступников ожидает жесткое наказание. На данный момент определяются заказчики нападения на Льва Лещенко. Сегодня утром в Санкт-Петербурге около здания антикоррупционного комитета было обнаружено взрывное устройство. Работа комитета была временно приостановлена. После ликвидации угрозы Организация по борьбе с преступностью и коррупцией продолжила работу в штатном режиме. Продолжается расследование чрезвычайного события, связанного с известным актером Константином Хабенским, который несколько дней назад отомстил за погибшего сына в Крокус-Сити. Константин Юрьевич застрелил одного из владельцев развлекательного комплекса. На данный момент известный актер уже находится под домашним арестом. Однако антикоррупционный комитет установил, что в то время, когда Константин Юрьевич находился в камере полиции, он подвергся издевательствам и очень жесткому отношению со стороны стражей порядка. В результате медицинской экспертизы у Константина Юрьевича были обнаружены травмы и ушибы. Шесть сотрудников полицейского участка, где находился Константин Хабенский, были уволены. Еще на троих было заведено уголовное дело. Глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Михалков заявил, чтобы все участники мужского пола, программ Comedy Club и Дом-2 были отправлены на мобилизацию и участвовали в спецоперации. По словам Никиты Сергеевича, данные программы являются бесполезными и только развращают современную молодежь. Антикоррупционный комитет не раз обращался с требованием закрыть подобные телевизионные проекты. Главе Республики Башкортостан Радио Хабирову вынесен выговор за закрытие филиалов антикоррупционного комитета в столице Башкирии, городе Уфе. Заместитель организации Александр Домогаров заявил, что антикоррупционная проверка на территории Башкирии будет проводиться с особой тщательностью. Тревожный сигнал о семье известного певца Юрия Васильевича Шатунова. Власти Германии арестовали супругу Юрия Васильевича. Причина ареста – растрата имущества известного певца. Стало известно, что за последние четыре месяца супруга Юрия Шатунова потратила 2 миллиона евро из личных сбережений своего супруга. Суть скандала заключается в том, что все денежные сбережения, имущество и недвижимость должны принадлежать детям Юрия Шатунова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok